Кто из присутствующих здесь хотел бы дожить хотя бы до 80 лет? Ясно. Думаю, мы все мечтаем о долголетии. Давайте перенесемся в будущее, к будущим вам, и вообразим, что всем нам по 85 лет. А теперь взглянем друг на друга. Один из нас, вероятно, страдает болезнью Альцгеймера. Хорошо. Скорее всего, вы думаете, ну, это точно не я. Хорошо, ладно. Тогда вы сиделка. Итак. Получается, что никто не застрахован от этой напасти. Что больше всего пугает болезни Альцгеймера, это наше бессилие. Несмотря на многочисленные исследования, мы так и не нашли успешные лекарства или метод лечения. Так что, если нам повезло, и мы проживем долгую жизнь, болезнь Альцгеймера может стать нашим спутником. Хотя не обязательно. Что, если я скажу вам, что вы могли бы изменить эти цифры, буквально изменить судьбу мозга, не полагаясь на лекарства и достижение медицины? Для начала рассмотрим, что нам известно о нейробиологии этого заболевания. Вот так соединяются два нейрона. Точка соединения, обведенная красным, называется синапс. В синапсе высвобождаются нейромедиаторы. Это место, где передаются сигналы, где происходит взаимодействие. Здесь берут начало наши мысли, чувства, желания, зрения, слух, а также память. Здесь же и начинается болезнь Альцгеймера. Рассмотрим синапс поближе, отследим процесс, используя рисунок. В процессе передачи информации в синапсе, помимо освобождения такого медиатора, как глутамат, нейроны выделяют небольшой пептид под названием бета-амилоид. Обычно бета-амилоиды расщепляются на метаболиты глиальными макрофагами, клетками-санитарами нашего мозга. Пока не утихают споры о молекулярных причинах болезни Альцгеймера. Большинство нейробиологов считает, что начало заболевания тесно связано с накоплением бета-амилоида. Когда его слишком много выделяется или мало расщепляется, синапс заполняется бета-амилоидом. При этом молекулы бета-амилоида связываются друг с другом. Образуют леки и скопления, под названием амилоидные бляшки. Кому из вас больше 40 лет? Теперь вы боитесь это признать. Эти первые вестники болезни, эти растущие скопления амилоидных бляшек в мозге, уже могут быть обнаружены. Единственный способ это проверить под томограф. Потому как на этой стадии человек находится в блаженном неведении. У него нет симптомов ухудшения памяти, речи или мыслительных процессов. Пока еще. Считается, что образование бляшек продолжается не менее 15-20 лет, пока не достигает критической точки. И тогда запускается ряд молекулярных процессов, которые вызывают клиническую симптоматику болезней. До этого критического момента провалы в памяти могут быть незначительными. Что мне нужно в этой комнате? Или... А как его зовут? Или куда я делаю эти ключи? Пока вы не начали паниковать, потому что я уверена, половина из вас задавала себе эти вопросы за последние сутки, добавлю, что забывать такие мелочи вполне нормально. Готова даже поспорить, что это не связано с памятью, потому что мозгу свойственно забывать события, а не первой важности. После этого критического момента, сбои в памяти, речи и процессах мышления становятся заметно ощутимы. Вместо того, чтобы обнаружить ключи в кармане пальто, либо на придверном столике, человек вдруг находит их в холодильнике, или, обнаружив их, размышляя, для чего нужна эта штука. Итак, что же происходит, когда скопление бляшек достигает критической точки? Гляльные макрофаги, санитары, гиперактивируются и вырабатывают вещества, вызывающие воспаление и повреждение клеток. Считается, что именно они начинают уничтожение самих синапсов. Молекулы того белка, необходимого для процессов транспорта в нейронах, гиперфосфилирируются и сплетаются друг с другом в клубки, которые разрушают клетку изнутри. На средней стадии развития болезни, массивное воспаление, множество клубков и нарушения в синапсах, приводят к гибели самой клетки. Представьте себя учеными в поиске лекарства. На каком этапе вы бы вмешались? Большинство ученых изучают самое очевидное решение не давать эмилоидным бляшкам достигнуть критической точки. Поэтому поиск новых лекарств направлен на разработку такого соединения, которое предотвратит, устранит или снизит накопление эмилоидных бляшек. Похоже, что лекарство от болезни Альцгеймера будет профилактическим. Нужно будет принимать его, пока не достигнута критическая точка, не запущен каскад нарушений, до того, как мы начнем оставлять ключи в холодильнике. Именно поэтому такого типа лекарства были неэффективны в клинических исследованиях. Не потому, что ученые плохо старались, а потому, что у испытуемых уже имелись клинические симптомы заболевания. Было слишком поздно. Можно сравнить бляшки с зажженной спичкой. В критические моменты одной спичкой можно устроить лесной пожар. И когда лес уже охвачен пламенем, задувать спичку уже поздно. Нужно было задувать ее до того, как вспыхнул пожар. А пока ученые разбираются с этим, есть прекрасные новости для каждого из нас. Получается, наш образ жизни может влиять на накопление амилоидных бляшек. И есть способы, которые помогут нам избежать критической точки. Рассмотрим риск заболевания на шкале весов. Все факторы риска с одной стороны. И когда чаша достигнет земли, начнутся симптомы, и наступит болезнь Альцгеймера. Допустим, что вам исполнилось 50 лет. Вы уже не так молоды, так что накопили некоторое количество амилоидных бляшек. Весы немного накоренились. А теперь посмотрим на вашу ДНК. Мы все унаследовали гены от наших родителей. Некоторые из них способны увеличить или уменьшить риск заболевания. Может, у вас, как у героини фильма «Все еще Элис», имеется редкий ген, штампующий бета-амилоид. Тогда одно только это, а пусть и чашу весов до земли. Но для большинства из нас унаследованные гены не столь значимы. К примеру, ген APOE4 способствует накоплению бета-амилоида. Но можно унаследовать этот ген от обоих родителей и никогда не заболеть. Получается, что для большинства из нас ДНК сама по себе не определяет риск заболевания. А что же определяет? Мы не можем отменить старение или унаследованные гены. Пока что мы не можем отменить развитие болезней мозга. А как насчет сна? В фазе глубокого сна клетки глии очищают сереброспинальную жидкость нашего мозга, избавляясь от мусора, который скапливался в синапсах, пока мы бодрствовали. Крепкий сон своего рода глубокое очищение мозга. Но что случается при постоянном недосыпе? Специалисты полагают, что недостаток сна может быть предвестником болезни Альцгеймера. Даже одна бессонная ночь приводит к увеличению бета-амилоида. А накопление амилоиды приводит к бессоннице и еще большему накоплению амилоида. И так по замкнутому кругу, который будет ускорять крен весов. А что же еще? Сердечно-сосудистые заболевания, повышенное давление, диабет, ожирение, курение, высокий холестерин – все это увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. В анатомических исследованиях у 80% пациентов с болезнью Альцгеймера выявлены также и болезни сердца. Аэробные упражнения снижают уровень бета-амилоида в экспериментальных животных. Поэтому средиземноморский образ жизни, полезный для сердца диета, помогут выровнять баланс на весах. Получается, что мы можем делать многое, чтобы предотвратить или отсрочить натиск болезни. А что если вы ничего из этого не делали? Скажем, вам 65 лет. В роду были случаи заболевания, и вы унаследовали один или два гена, что слегка наклоняет весы в сторону болезни. Вы годами прожигали жизнь, обожаете бекон, и не намерены бегать, если за вами никто не гонится. Представим, что амилоидные пляжки достигли критической точки. Чаша весов упала на пол, каскад разрушений запущен, пожар полыхает, вызывая воспаление, образование клубков и гибель клеток. Все симптомы болезни Альцгеймера должны быть налицо. Вы с трудом находите ключи, еле-еле подбираете нужные слова, и не вспомните, что я говорила в начале. Однако этого можно избежать. Есть еще кое-что, чем можно обезопасить себя от проявлений болезни Альцгеймера, даже если весь мозг уже охвачен ею. Это связано с нейропластичностью и когнитивным резервом. Как помните, болезнь Альцгеймера является следствием потери синапсов. В мозге имеется более 100 триллионов синапсов, и это потрясающе, у нас есть чем работать. Причем это число не статично. Мы все время создаем и разрушаем синапсы в ходе процесса, называемого нейропластичностью. Каждый раз, занимаясь чем-то новым, мы создаем и укрепляем новые нейронные связи, новые синапсы. В исследовании с участием 678 монахий, все из которых в начале исследования были старше 75 лет, их наблюдали на протяжении более 20 лет. Они регулярно проходили медосмотры и когнитивные тесты, а после смерти завещали свой мозг для аутопсии. В мозге некоторых из них ученые обнаружили нечто удивительное. Несмотря на наличие бляшек, пулков и уменьшение размеров мозга, что говорит о несомненных признаках болезни Альцгеймера, у этих монахинь не было проявлений заболевания, пока они были живы. Так как же такое возможно? Мы думаем, что у этих монахинь был высокий когнитивный резерв, или другими словами, много активных синапсов. Люди с высоким уровнем образования, хорошо владеющие литературным языком, постоянно развивающие свои интеллектуальные способности. Все они имеют высокий когнитивный резерв. В их мозге имеется множество нейронных связей, даже избыток. И даже если у них развиваются болезни Альцгеймера и разрушаются некоторые синапсы, в запасе остается множество дополнительных связей, так что утерянные связи остаются незамеченными. Рассмотрим это на простом примере. Предположим, вам известна только одна вещь о человеке. Скажем обо мне. Вы знаете, что Лиза Генова, автор книги «Все еще Элис», и это единственное, что у вас есть обо мне. У вас есть только одно нейронное соединение, один единственный синапс. А теперь представим, что у вас Альцгеймер. Есть и бляшки, и клубки, и воспаление, и гляль, и макрофаги разрушают этот синапс. И когда у вас просят, кто написал «Все еще Элис», вы не вспомните, потому что этот синапс или поврежден, или исчез. Вы забыли обо мне навсегда. А если бы вы знали обо мне больше? Скажем, не один факт, а четыре. Представим, что у вас все та же болезнь Альцгеймера, и три из этих синапсов повреждены или разрушены. Однако один синапс остается, и вы все еще помните, как меня зовут. Мы можем быть устойчивыми к болезни Альцгеймера путем использования неповрежденных путей. И мы создаем эти пути, этот когнитивный резерв, когда учимся чему-то новому. В идеале, это новое должно быть максимально многогранным, задействовать зрение и звуки, ассоциации и эмоции. То есть это не разгадывание кроссворда, не просто воспроизведение уже известной вам информации, другими словами, врождение по старым, знакомым окрестным улочкам, которые вы уже изучили наизусть. Вам нужно прокладывать новые нейронные дорожки. Создание мозга устойчивого к болезни Альцгеймера значит изучать итальянский язык, заводить новые знакомства, читать книги и слушать лучше выступления на ТЭД. И если, несмотря на все это, вам поставить диагноз болезни Альцгеймера, вот три урока, которые я усвоила от своей бабушки и дюжины знакомых людей с этим заболеванием. Такой диагноз не означает, что ваша жизнь кончилась. Продолжайте жить. Эмоциональная память не теряется. Вы сможете чувствовать любовь и радость. Возможно, вы забудете, о чем я говорила пять минут назад, но будете помнить, какие чувства я у вас вызвала. Ведь вы знаете намного больше, чем помните. Спасибо. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на медицину. Ссылка по-прежнему в описании. Ссылка по-прежнему в описании. Спасибо.